Ооо, как клёво! Я когда увидела на сайте, мне понравилась идея. Мне кажется, у меня там мало места. Ну, вот такой, кажется, у тебя косикорочный. Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. И сегодня я хочу вам показать свои покупочки. Даже распаковочка, потому что я ничего не распаковывала, как вы знаете. Мои новые приобретения для кухни. Совсем недавно вы смотрели, что я приобрела для дома. А сейчас всё конкретно для кухни, так как кухня новая. Я хочу всё обновить. Новые приборы, ножи и многое другое. Все ссылки я оставлю под видео, а мы поехали. Итак, первое, с чего я начну, давайте я начну со специй. Я приобрела себе вот такой вот набор для специй. Я вам показывала, да, что я заказывала что-то новенькое. Мне вообще нужна была солонка и под перец что-то. Но и также у меня есть другие там специи. Есть ещё всё вместе, когда, да, есть соль какая-то с добавлением всяких пряностей. Ну и вообще разные добавки. Я решила, что хочу себе что-то такое. Вот. Сейчас давайте распакуем, потому что я так мельком одним глазиком увидела. А как оно в собранном виде смотрится, я ещё не знаю. Так, в коробочке у нас пришла вот такая штучка, смотрите, железненькая. Здесь у нас вот для специй шесть таких штук. Вот какая-то такая вещица пришла. Каждая в пакетике. Сейчас вытащу пакетики все, мы и посмотрим, что это вообще. Такие прикольненькие коробочки. Ну, они такие, слушайте, по качеству. В принципе, нормальные, знаете, но не идеально вот всё здесь пополировано как-то. Как-то вот не идеально. Ну, типа не ржавейки, что-то такое, да? Ну, как бы ожидала я более идеальное чего-то. Здесь такие чёрненькие наклейки, подставки. Сейчас разберём полностью, посмотрим. Вот это вообще подставка съеханная. Ну, что такое? Короче, оно не должно вообще открываться. Суть в чём, что здесь, видите, вот такая штучка. Можно так, дыркой. Либо вот такой большой дыркой солить, да? Либо вот такой вот маленькой солить, перчить, что-нибудь такое. Можно одной дырочкой. Да где дырка? Ага, вот она. Короче, закрыли, открыли, и два вида. А здесь мы через окошко видим, что там за специя вообще внутри. Так, вот такая платформочка у нас. Мы всё это делаем с... А, оно на магните! О, как клёво! А я думаю... Смотрите. Смотрите, оно на магните. Так. И вот эта вот вещица, она вставляется вот сюда, назад. Как-то вот так, наверное. Я ещё ничего не разбирала. О! И вот так стоит. Вот. Вот так стоит. Что-то вам надо, вы раз взяли с магнитки. Только лучше не поднимайте, а то оно будет спадать. Ну-ка, сейчас попробую. Возьму-ка я соль. Короче, девочки, нужно придерживать. Либо это куда-то приклеить, присобачить. Если что-то нужно, то нужно вот так отобрать. Очень прикольная, крутая задумка. Но вот эта штука, мне кажется, она должна быть тяжелее, потяжелее. Чтобы наклейка держалась, а вы прям, ну, что-то снимали, отрывали. Задумка реально классная. Мне нравится. Но вот эта вот формочка очень легкая. Ну, сами специи мне нравятся. Я придумаю, может быть, что-то. Может, у вас будут идеи какие-то, реально что-то прикрепить её как-то. В целом, хорошая. Хотя, девочки, мама подсказывает, не нужно резких движений. Вот так. Оп. Сняли. Оп. Поставили. Оп. Сняли. Оп. Поставили. Просто не тянуть, как я вот это, да? А вот как-то аккуратненько брать. И вполне себе нормально. Ну что, со специями мы разобрались. Вроде ничего так, не идеально, конечно, но интересная штучка, интересная задумка. Поехали дальше. Я приобрела вот такую вот штуку. Это для того, чтобы поливать, попрыскивать салатики, да? Чтобы не лить просто, а потом мешать всё это, а прям брызгать на салат. Я люблю делать салаты маслом. Давайте тоже распакуем, посмотрим. Я когда увидела на сайте, мне понравилась идея. Думаю, почему бы нет. Вот так запечатано всё пришло. Вроде целенькая, стеклянная, колбочка. Открываем, наливаем сюда масло оливковое, например, и любое другое, которое вам нравится. Закручиваем. Запашок непонятный, но ненавязчивый. Так, я надеюсь, вот эта вот штука вся быстрая не слезет, да? И, короче, вот такая вот штука. Нажимаем и брызгаем. Наш салатик. В общем, в принципе, идея прикольная. Почему нет? Да? Можно даже сверху чего-нибудь побрызгать. А потом перевернуть, вместо того, чтобы наливать. В общем, я подумала, что мне это пригодится на кухне и в моей новой рубрике, где я буду готовить. По качеству вроде ничего, всё нормальненько, ровненько сделано. Но я вижу, что вот это покрашено, по-моему. А я как-то брала какое-то масло на Алиэкспресс для волос. И там тоже была вот такая блестяшка. А, нет, там была чёрная какая-то фигня. Она быстро слезла. Но я надеюсь, что это не слезет. В общем, время покажет. Ну, в общем, я довольна. Такая штучка. Если у кого такие есть, расскажите, где вы брали, может быть. Прикольно. Так, следующее, что я решила поменять, это ножи в доме. У меня всего лишь там три ножа. Один из них вообще лучше не брать. Короче, вот в такой коробочке ко мне пришли ножи. И мне очень понравилось, если честно, что за ножи я выбрала. Они все пришли вот такие упакованные. Вот. Смотрите, полностью, да? Вот. Запакованные. Каждый запакован в такую вот пупырчатую бумажечку. Господи. Короче, вы поняли? В пупырчатую клевёнку бумажечку. И каждый запакован вот в такой вот чехольчик пластиковый. Смотрите. Та-дам! Что этим ножом резать только я не знаю. Короче, мне понравился дизайн. Ножи очень лёгкие. Реально, они не тяжёлые. Они лёгкие. Такое ощущение, что внутри пустота. Вот. Сам дизайн. Очень красивый. Здесь, смотрите, нарисовано. У меня что-то там такое фирменное. Так. По остроте. Но этот не очень острый. Прям не обрезается. Это, наверное, для чистки рыбы вообще, нет? Хлеб пижу. Хлеб таким режешь? Ты же нарезной покупаешь. Ну, я нарезной покупаю. Короче, дизайн одинаково у всех моих ножей. Вот такой вот. И здесь их, по-моему, 6 штук. Ну, крупными мы особо не пользуемся. Вот такой, смотрите, да? Вообще. Ну, они вот классные именно по своему дизайну. Мне нравится. Маленький вот такой вот есть. Тоже вот он в пакетике пришёл. Ну, в основном пользуемся вот такой вот. Вот. Вот такой вот, да? Маленький вот им, не знаю, что такое, глазки у картошки выбирать, да? Вот такой вот есть. Часак здоровый. Ну, ножи просто восхитительные. Я их уже открывала, смотрела. Они реально очень классно сделаны, ножи. Прям добротные, качественные. Полировка, покрытие. Всё классно. Их 6 штук. И вот такой вот ещё здоровый. Может, что-то им рубить конкретное надо. По остроте. Слушайте, они не очень заточенные пришли, кстати. Вот такой набор ножей я заказала. И для ножей отдельно. Я ещё заказала такую штуку, но конкретно в стиль. Тоже она пришла, запечатанная в пупырке. Стиль моей кухни. Как видите, здесь вот такой вот, типа, камень. Вот такие штуки. И сюда мы вставляем, ну, классная штучка, да? Мы вставляем наши ножи как раз таки. Я хочу посмотреть, как это будет смотреться. Хорошо влазишь, скажу я вам. Ну, вот которыми там, может быть, нечасто пользуемся. Можно куда-то... Ближе к центру, да? Ближе к центру мама подсказывает. Господи, я подумала, что косяковые ножи. А это плёночка осталась. Что такое? Мне кажется, они там маломестные. Короче, все ножи сюда не помещаются. Шесть штук. Нужно, если прям поставить сюда те, которые ты конкретно используешь. А остальные, я думаю, убрать. Можно. Вот эти вот два больших убрать. Вот это я не пойму вообще, для чего он редко, я думаю, будет использоваться. Этот здоровый очень. Короче, оставлю я большой один. Один поменьше. Один маленький. Пригодится для чего-нибудь, да? Вот. В принципе, даже ещё вот сюда вот можно... А, ещё очень здоровый есть. Много родителей, чтобы они не стукались. Короче, все шесть ножей вошли сюда. Хорошо смотрятся, идеально. И вот сюда, поближе к краю, я сделала вот маленький. То есть, вытащить, положить. Всё, и придираюсь от каждой точечки. Немножко грязненький. Всё это надо помыть, короче. Но в целом, всё очень мне нравится. На самом деле, ножи мне очень нравятся. И вот эта штучка тоже нравится. И она, я думаю, будет стоять по стилю здесь очень хорошо вместе с моими специями. Очень легко нож вытаскивается. Вот. Она стоит достаточно там устойчиво. Так, ножи есть у нас. Хорошо. Что дальше? Новые приборы пришли вот в таком вот чемоданчике. Только небольшой косячок. Чемоданчик немножечко подмятый. Приборы я уже раскрыла. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. Та-дам! Вот так. Но на самом деле, это я уже их расчехлила. Вообще, они пришли. Каждое запаковано в пакетик. Вот такой вот. Да? В каждое. В такой вот пакетик запакованный. Но, когда они ко мне пришли, все, что там было в этом наборе, все было вот так вперемешечку. Видимо, как-то доставляли, что все вперемешалось, не знаю, либо как запаковали. Но суть в чем, что когда я начала все пересматривать, да, и разложила все по пакетикам, начала все пересматривать, то оказалось, что ножи у нас немного покоцаны. То есть, все нормально, вилки, ложки, маленькие, большие, все замечательно, но ножи в одном месте, такое ощущение, что они царапаны были обо что-то. И я обращусь на сайт, я им это все дело покажу, потребую компенсацию какую-то, да, либо пусть еще один набор присылаю, да. Ну, хотя это, на самом деле, это косяк-косякович. Если бы я такой набор не себе заказывала, а кому-то на подарок, то, конечно же, это уже не подаришь, а тебе, может быть, не нужно. Вообще, возврат денег по-хорошему нужно было бы сделать, и, возможно, я даже так и потребую. Так что, буду вас держать в курсе, где-то во блоге обязательно об этом скажу, либо в очередной распаковочке своих покупочек. Ложки, вилки, мне все нравится. Здесь, ну, идеальная просто, как это, полировка, да, ты сказала? Идеальная полировка, да, она красивенькая, ничего лишнего, специально мыть в посудомойке, никакой позолоты, никаких узоров. Я люблю полный минимализм. Ложечка по ширине очень классная, да, и вот, ну, прям вот кайф, мне прям хочется выкинуть все свои ложки и вилки, и все, и положить новое. Так и будет. Вилочки тоже по ширине, тоже ничего лишнего, вот, да, все идеально. Но ножи именно на ручках, вот здесь вот прям коцы, на всех ножах. Вот очень странно, что только на ножах, да. Остренькие, то есть рыбку есть, еще что-то. Ну, в целом, набор реально очень крутой, очень классный, я знала, что я заказываю. Может, они изначально такие были, а может быть, пока их доставляли, что-то их поцарапало, может, нож об нож. Но, с другой стороны, как бы оно все было там вперемешку, могло поцарапаться еще что-то другое. Поэтому у меня есть мысль о том, что они уже такие были, потому что поцарапалось бы еще что-то. Ну, вот такой Костяб Косикович. Ну, в целом, довольна. Ну, и, конечно же, мой тостер. Вот, чему я очень довольна, и то, что ко мне пришло, и я уже пользуюсь с первых же дней. Тостер свой просто обожаю. Вот мой тостер, девочки. Пришел он ко мне запечатанный очень хорошо. Пришел достаточно быстро. Он компактный. Он реально маленький. Вот, посмотрите, моя ладошка, да, то есть от начала до конца, вот чуть больше моей ладошки. Он реально очень легенький и сразу вписался ко мне в интерьер. В работе он очень прост. Вот здесь мы выбираем, то есть от 1, 2, 3, я так понимаю, это минуты, потому что, когда я делаю на единичку, примерно около минуты проходит. Когда я ставлю на двойку, проходит больше. Вот, и сразу же он готов к работе, он включен в розетку. Я ставлю сюда хлебушек, сразу включается, все, там нагревается тен. Вон, как видите, очень быстро. И вот на единички, ну, на единички, на полтора отлично получается. Если отменить, то просто отмена набираю. Вот, вот, вот это, честно говоря, девчонки, я еще не выяснила, что значат другие кнопочки. Я пользуюсь пока вот только этим. Ну, а здесь light, dark, это понятно, да, хотите очень темные, но они очень темные получатся, если их делать хотя бы на тройке. Двойки вообще с головой. Вот, и, короче, я очень довольна, что приобрела себе вот этот, вот эту модель, да, потому что она реально вписывается ко мне сюда. И я не понимаю, как я раньше жила без тостера. Реально, такие вкусные бутерброды для себя, для Дэни, для гостей, которые приходят. У меня всегда сейчас в холодильнике есть все для бутербродов таких, тостерных. Вот, это, короче, моя любовь. Я вообще положила сюда хлебушек, он немного маловатый. О, боже, я испугалась. Ну-ка. Ну-ка. Ой, хрустяшка. Слушайте, ну он не поджарился, но он хрустящий. А ну-ка. Тарелочка. Мам, дай, пожалуйста, тарелочку. Так, это, горячой здесь вот, здесь вот. Посмотри, какой он. Он весь хрустященький, но он... О, чуть-чуть поджарился. Блин, какой классный. Вау. Пробуем. М-м-м-м, какое крутое приобретение. Ну и последнее, что я заказала, и частенько в последнее время я заказываю это все на китайских сайтах, Алиэкспресс или Джум. Это вот такие вот фильтры для моей кофеварки. Конечно, их можно купить, в принципе, в любом магазине. В Эльдорадо, Вильдия, продается, по-моему, да? Ну, я уже привыкла, заказываю. Их здесь 40 штук. Я их заказала заодно вместе со всем, думаю, пусть придут. Если мне срочно что-то нужно, я иду, конечно, в магазин покупать. 40 штучек, вот такие вот светленькие фильтры. Как вы знаете, если мы готовим, варим кофе без фильтров, натуральный кофе, да, он вырабатывает кофестол. Этот кофестол способствует в организме тому, чтобы печень вырабатывала собственный холестерин. Я надеюсь, я все правильно говорю. Ну, короче, от холестерина мы стараемся избавляться. И вот такие фильтры, они, если мы готовим кофе, они как бы этот кофестол удерживают. И он не попадает в организм. Поэтому можно смело пить кофе вот с такими фильтрами. И я это делаю. Либо растворимо. Ну, короче, натурально я делаю вот с таким. Вот так это выглядит. Смотрите, кофемашину я открываю и ставлю сюда вот так фильтр. И только сюда уже засыпаю моё кофе. И всё, закрываю. Оно готовится, а потом просто убираю. Вот они у меня всегда здесь стоят. Вот, в принципе, и всё. Все мои приобретения для кухни. Я рада. Будет ещё много чего интересного впереди. Потому что я собираюсь открывать и рубрику «Готовим с Еленой своей». И, конечно же, мне уже понадобится скалка там и ещё что-то, ещё что-то, ещё что-то. Мама написала целый список, что мне понадобится, да? Да, вот такая хозяйка. Готовлю, мама делает список, что мне нужно купить. Ну, главное, чтобы всё это было, да? И главное, что я пока живу, как я умею готовить на своей прекрасной кухне. Скоро будет, я буду ждать ваши рецепты. Буду готовить ваши рецепты на своей кухне. Будем пробовать. Будем налаживать такую связь. Всё, мои хорошие. Я вас люблю. Целую. Прощаюсь до следующего видео. Если понравилось моё видео, обязательно ставьте лайк. Если вас что-то заинтересовало, смотрите под видео. Я оставлю ссылки на все товары. Люблю вас. Целую. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok